и шикарный контент на рутубе где уже вышло до переходите смотрите делайте мне приятно спасибо а пока лайк подписка комментарий поехали дух от а главного героя мидури языку кошмарят какие-то школьники самого что ни на из детства а все из-за того что челы тупо супер не герои как и проще 79 процентов населения планеты у остальных 20 как несложно догадаться никаких супер сил не наблюдается как понимаете спустя пару-тройку лет ситуация не изменилась все вообще в классе смеются как хочет мол чел хочет поступить в какой-то модный престижный университет супер героев а куда ему когда он ну вы поняли знаете понимаете вся беда берет начало еще раньше раннего детства когда горемычный увидал по телевидению дебютную победу восходящего героя которого за силушку богатырскую так и прозвали всемогущим но представляете проблема у гаги никаких врожденных дефектов и патологии не выявили с костями ног все нормально а значит и метаморфоз не будет волноваться нечем зато будет случайно попадание прямо в лапы гнилого грязевого монстра еще более случайно не случайно спасение от кто бы мог подумать того самого всемогущего поговорить правда не получится нужно срочно спешить в участок сдавать преступника благо автограф уже на базе прицеп на ноге а там и до бесконечного похода по крыше с флэшбэками к событиям минутной давности недалеко смысле чел реально шел два метра по крыше в режиме реального времени две минуты но что главное мидуре таки выдавила себя главный вопрос всей жизни по части возможности становления клоуном без наличия нато врожденных данных сразу скажу спойлер еще в средине серии уже раскрыли твист с тем что всемогущий на практике хилый полуживой все ладно вру не все еще будет душ на телега с пояснениями наставлениями пожеланиями всего самого лучшего и главное стремление достичь мечты а там все получится и лайки и подписки анекдоты все будет хорошо ладно простите опять и сова вру ведь представляете пока всемогущий летел по воздуху склянки с гнилой жидкостью выпали полетали упали теперь приземлились прямо перед кацуки с товарищами а он возьми да взял и пнул бутылку с недоброй злости что она понимаете открылась а вместе с тем и злой дух наружу вышел и резню устроил и уже весь район сбежался тупо посмотреть на происходящее а герои что там говорите ничего никому ничем помочь не могут одним словом слабые но и мощью мощи уже в теле не остались из-за старой раны зато и звука еще когда готов на свершение поражение прочие глупости потому что как можно не помчаться на подмогу когда друг товарищ соратник детства фатальной беде а там и слезы и сопли и слюни и прочая мерзость прилагаются но главное все хорошо что хорошо кончается всемогущий превозмог все что нужно поделил интервью приседал этого лучше вечером переулки молодого нашел подкараулил и рассказал лучше в мире анекдот о том как у всех именитых героев буквально одинаковые никчемное детство с нулем способности целком желанием спасать все и вся не имея на то мемов что же низкий поклон за наставление и за флэшбеки отдельная тоже чисто нечеловеческое пожалуйста спасибо не благодарите я все скипнул но если серьезно мидуре тупо достоин того чтобы унаследовать силу силача ну тип поняли нет мощь липовая фальшивая передается почти по наследству короче говоря кринж длиннее говоря нужно трениться иначе никакую силу получить нельзя в противном случае вся мощь тупо разорвет парня на куски благо подходящая площадка имеется физкультура будет проходить на свалке вон всемогущий даже график составил как стать молодцом всего за 10 месяцев оставшихся до вступительного экзамена записывайте не спать есть учиться трудиться тягать гантели и прочие тяжелые грузы дома не повторяйте а то вдруг в кринжа превратитесь потому что гага мало-помалу понемногу достиг своей коронной цели перенес весь выброшенный на берег хлам на пару метров от пляжа и на том занятия окончены осталось есть волос мудрости силы отваги и все то есть отправляться по адресу прямо в академию туда же не благо и вдруг поступила и вообще не к счастью чуть падение лицом плитку не случилось да к счастью урара к помогла левитации подсобила падение предотвратила прочего поздравляем гг впервые в жизни заговорил с девушкой но есть и хорошие новости на тесте ребятам предстоит ходить по какому-то специально подготовленную лабиринту наполненному тонной мобов стоящих разных иных очков соответственно количество баллов по итогу испытания и выявить соответствие геймингу и знаете на что это похоже если да пишите свой пример в комментарии а я пока напомню вам о масштабном кооперативном морском мире кораблей если помните про него я уже рассказывал и если не забыли там все продолжается и процветает сотрудничество с азур лейн а значит вы еще можете успеть заручиться поддержкой анимешных командиров чтобы вместе с ними бороздить по водным просторам и вот вы спросите мол а почему морским делом заправляют анимешные тянки аникуны а я вам даже отвечу дело в том что в английском языке слова корабль женского рода потому все на своих местах соответствии с авторской задумкой и лингвистическими особенностями впрочем помимо лингвистики мире кораблей хватает и других положительных качеств считайте во-первых ежемесячное обновление контента и постоянное добавление новых кораблей вместе с командирами во вторых огромный выбор тех самых лучших качеств которыми вы управляете буквально на любой вкус и цвет в третьих детально скрупулезно точечно четко выверенная воссозданная военно-морская атмосфера четвертых мощнейшая графика абсолютно бесплатно и наконец в пятых играть можно в том числе с друзьями или новыми товарищами которых найдете в море так что самое время скачивать мир кораблей пока и венты еще идут награды еще дают и всех вайфу не разобрали себе другие ссылка вместе с кучей ценных призов и командиром авианосца шоу как у в описании спойлер все совсем не так но об этом позже пока тоталитарная трехкадровая резня на которую гг естественно опоздал ни одного моба не убила время то часики их тикают на исходе как вдруг совсем трагедия бьются самый мощный жирный плотный моб сотни тысяч миллионов хитов и поинтов стоящих ровно 0 баллов все естественно бросились бегство и мидори вы понимаете тоже да но нет так же нельзя так ведь прямо там та самая гремышная которую нужно обязательно срочно спасти потому что кто если не он если не она если не если а если все деление завершилось успешным выведением тяжеловеса из строя сопутствующей потере крикабельности трех сломанных конечностей благо перед фатальным финальным падением даже оставшиеся рукой для смягчения удара жертвовать не пришлось урара к 5 снова все случайные падения прерывала а что еще лучшее испытание закончилось честь чего пришла хайпующая пенсия всех лечить раны исцелять и нанесенную ущерб исправлять а дальше понимаете ли нудное томное ожидание результатов сознанием отсутствия баллов и ровно нулем верных ответов в тестах которые казалось бы герой помешанных на клоунах точно должен был решить но нет ну да письмо все пришло в нем целая бесплатная шайба с голографической проекции всемогущего который оказывается как раз подрабатывать шараги и спешит сообщить о некой особе пришедших заучу в попытках поделиться баллами с гаремычным ты конечно запрещено но оно и не нужно потому что оказывается вот это дачки начисляет еще и за смелую отважную решимость к учислениям в соответствии с чем 60 проходных баллов имеются почему об этом теневом приколе не сказали наступительном собрании не знаю если вы да то вы ошибаетесь вы извините нет между тем первый день учебы все знакомые шизы сборе в одном классе душный преподаватель в наличии а значит будет фатальный тест прямо так сходу состоящий из 8 отдельных специальных испытаний на пытливость упорство сноровку смехалку силу мощь фатальность летальность вербальность сакральность дальность прыжков бросков забегов полетов и так далее все что вам нужно знать несмотря на забранный учителем силу а потом возвращенную где все-таки смог прямо тогда взял и смог и бросил на сам прям последнего испытания мяч такой типа поняли бросает и в последнее касание в палец мощь взял такой вложил и от того только его повредило остальное поняли целый здоровый даже жизнерадостный вот ждем ваших поздравлений анекдотов и лайк не последнее я кстати радостью расскажу однажды некий геродот собрался в плановый поход но решил нужно снаряжение подготовить да позвать кого-нибудь за компанию пошел по старой дружбе к сократу спрашивает мол а ты в поход пойдешь но философ почесал голову подумал одобрительно кивнул и стал собирать вещи авиаконструктор смотрит видит что товарищ берет удивился спрашивает а зачем тебе гвозди но сократ тоже удивился и ответил вопросом зачем мне гвозди а тебе молоток зачем из неважного преподаватель на ведь зави оказывается изменил свое решение по части отчисления того кто окажется на последнем месте по итогам теста но потому что все это было шутка да но все могу что знаю что никаких шуток прошлые годы не было значит мурной просто тоже разглядел мальчишки потанцевал а что до учебы стандартных школьных будней ничего лучше что могло случиться и вам точно нужно знать один из учителей да повезло сами видите знаете кто потому будут команды и тренировки в парах на маслительные процессы он ребятам даже шили специальную форму усиливающую способности каждого конкретно по пожеланиям заказчика и тут гг тоже несказанно повезло никаких почин платить монополистам сотрудничаем с академии не пришлось мать сама все шила по эскизу тетрадь для любимого сыночка впрочем о соревновании бедолаг поделили на паре и будут сталкивать замкнут на помещение лоб в лоб одни встанут за сторону злодеев вторые задобреев одни охраняют муляж ракеты другие ищут одни должны схватить и обезвредить других ну и другие должны идентичная и представляете так успешно сложилось что прямо в первом туре встретиться инзуку с гравитационной урарикой против огнепышащего кацуки с пятиглазым скоростным идой то есть понимаете тут такая дилемма силы нужно тратить разумно а значит можно вообще не использовать и уложить друга на лопатки тупо собственной изворотливостью и фактически полным знанием паттерна атак и даже не повезло а просто шусь если помните таскается везде с тетрадкой в которую все четко с расстановкой записывает про любимых им героев типа поняли нет друг на то и друг что друг да простите и вот здесь еще могли быть несколько флэшбеков и беготня по коридорам кругом друг за другом но лучше давайте о главном спустя продолжительные беги так удачно сложилось что урарика добралась прямо до ракеты охраняемой едой а то что вы думали уже все окружающие предметы выбросил чтобы ничего было контроль гравитации сам объект видимо извините не учитывается но хоть левитирующие прыщки еще в наличии но и они жаль не помогут беговая скорость тупо быстрее зато к счастью так успешно сложилось что мидори асказики как раз где-то прямо по целью только пятью этажами ниже это как 6 но на один поменьше а значит можно оформить еще несколько пропущенных флэшбеков попытку натурального теления невзирая на разрушение окружения выговор от учителя за гнилое поведение внутри арены не пригодны для разрушения и даже лучше зайти на финальный конечный окончательный удар друг друга лицом в лицо лицом к лицу и извините разойтись потому что гримышный всю силу направил вертикальном направлении чтобы помочь подруги а там и победа в раунде в честь захвата точки временный исход вышла и еще один душно недоверительный недружеский диалог случился все что вам нужно знать 6 такой злой потому что завидует такой вот отважности и бесстрашности и генни смотря на отсутствующую мощь ну и все языку вновь направили в палату а все могуще между всем готов огласить результаты несмотря на победу противней команды лучшим образом в раунде показал себя и да вот у спросите как так а мама поступившая чисто по блату рекомендации даже ответит дело в том что остальные либо фатально нарушали установленные правила либо действовали безрассудно в то время как пятиглазый выполнял мемы четко ровно по инструкции а там и до следующих боев понимаете недалеко правда среди всех остальных единственный про которого вам хоть что-то нужно знать тоже касается блатного студента все ты обладающего колдунством одновременно всего диапазона температуры лед может учинить и тепло то есть уже больше чем базовые навыки кацуки одним просить словом зависть но не надо печалиться переди вся жизнь встреча в лечебнице важно точно стопроцентно нужна информация о том что информация всех нюансах способности всемогущего известно только пенсии гг и еще паре тройки близких друзей соответственно от того скелету не удается нормально побыть преподавателем времени не хватает что до живительного возвращения все однокласснику рады даже не прочь познакомиться чтобы похвалить упорство и устойчивость проявлены на прошедшем уроке но вот беда среди бедолаг из апартный друг отсутствует а значит нужно бежать догонять простить прочать и рассказать почти всю правду о действительном действии чудодейственные способности мол от кого она пришла сказать нельзя но мем передающийся от того и не контриться пока что но я так и понял вокруг и всюду опять обман и попытки развести на тупость он такое осуждает попытки себя подбодрить не одобряет и вообще станет мощным безо всяких там чьих-то бодрячих речей тем временем новый день новый кринж у входа в академию собрались репортеры пытаются спросить довольно что-нибудь о всемогущему у каждого учащегося не учащегося благо волноваться не стоит на случай нежданной гости у школы имеется специальный высокий барьер не благо волноваться стоит по не случайности здесь же объются какой-то темный тип но нем позже а пока пора выбрать старосту класса и как-то так неловко большинство тремя голосами вышло что должность будет у мидори а мама стала замом поздравляем желаем успехов в работе такое можно и столовой отметить а заодно узнать о причинах целях и мотивах пятиглазого у него понимаете геройство дело семейное и вот у старшего брата целая команда мощнейших богатырей потому и да хочет также как вдруг посреди мирного диалога беда тревога кто-то в туроксе на территорию шараги волноваться не нужно это всего-то журналисты но незадача неудача никто кроме умника в окно не смотрел все паникуют ломится на выход значит нужно руки помощью рарики попросить воздух взлететь к стене прибиться и объявить о все услышания о сложившейся ситуации проще говоря все хорошо что хорошо кончается закончилось у смены старости на более подходящую умел ларировать ораторскую кандидатуру и после как понимаете очередной опять тест на сей раз нужно трениться спасение утопающих бездел и рук самих утопающих и прочих стихийных бедствий инструктаж ребята послушали 3 наставника ждать не будут он не форме наш пора того начинать и в то же время простите извините заканчивать потому что не настя катастрофа прямо откуда ни возьмись по курсу велись целая стая настоящих злодеев наконец началась мощнейшая бесповоротная резня право сами понимаете сила и зала на сдерживание всех все приходящих и прибавляющихся вражин точно не хватит потому школьникам бороду побежать что есть мочек выходу на эвакуацию но не тут то было там же прямо по курсу какая-то темная злющая дымка проходу не дают все внутри себя сосет а потом того хуже все попавшие под контроль оказались выброшены за борт случайные точки локации посредством искривления пространства ничего не поделаешь придется встретить бой прямо так в то время как все могуще хрен жует рефлексирует общается животным и неизвестного происхождения по части учительского долга и обязанностей мол всякие спасения черте города это конечно хорошо но растрачивать силу на мелочи по меньшей мере расточительства и ни к чему хорошему не приведет насчет того к чему приведет попытка сбежать от дыма на мощной пятиглазой скорости чтобы позвать подмогу не знаю но к чему-то точно до слова пока горемышный с попутчиками сидел на корабле его посетил бесповоротной гениальная мысль похоже злодеи точно знали о локации количестве находящихся но совсем не имели понятия о качестве то они значит и не нападают первыми потому что боятся потерять морское превосходство поэтому пора опять еще раз вложить всю силу для очередного точечного щелчка с воронкой конечно повезло склейкими шариками и попрыгуни тоже между тем по всем фронтам продолжается поворотное деление а старосты таки смог убежать цену и целости преподавателя но это вообще не главное куда хуже и важнее то что хваленого сильного мощного вычитателя чужих сил вот так запросто определили каким-то современным высокотехнологичным биокибернетическим громилой у которого видели нет никаких супер сил а оттого и противостоять ему вот так запросто не выйдет на практике что вы думали все еще намного порядков и разов плачевнее чем можно представить потому что главный предводительный клоун чуть было не поделил лягушку а медория возьми да здорово произвел прямой удар с попаданием прямо по достижению науки и сил не потратил и урона нет зато рука ты так и понял на горизонте внезапная удача и это зря злодеи уже собрались уходить потому что не кожа оставлять без внимания самого что ни на есть настоящего наследника всемогущего благо сам виновник не торжества уже здесь пришел пришлёпал стоит красуется все смотрят ждут а пришедший злится сервису не улыбается так и понятно видно хочет устроить феноменальную доселе небывалую резню спойлер не устроит потому что там антисила которая контрится не контрится ну и звука конечно предостерег сообщил но против лома как говорится нет приема кроме как дальше продолжить в комментарии а клоуны пока попляшут потанцуют и представляете беда начнут утаскивать всемогущего куда-то в глубь и чинуть мы подземлю здесь понимаете уже стоять на месте силы мощи нет нужно срочно скорее бежать на помощь к учителю видите ли так подумал не только гг а еще в том числе остальная компания шизов потому преподаватель вовремя чудодейственным льдом спасен дымовой на лопатке положен состояние нестояние ситуация для злодеев патова было бы если желатина не умела регенерировать а так выходит никто никуда не уходит второму раунду быть не миновать делите вычитайте и в конце концов все равно все так удачно успешно вышло что беспомощно на последнем вздыхании успел нанести три сотни фатальных множественных ударов и заодно воды феноменальную речь о добре зле и мире и прочих тонкостях бытия если говорить коротко по мнению злодеев все одинаковые и обе стороны творят бесчинство по мнению героев кто в песочнице 1 начал замки ломать тут и виноват вот ну это я так перевел на еще более понятные целевой аудитории тайтла язык извините и вот вам возможно даже не плевать чем оно там все кончилось поэтому я таки все расскажу значит все стояли стояли ждали беседовали вызывали друг друга на честный нечестный бой и тут вдруг в один злочастный момент дымовой понял что противники порядком истощены значит нужно нападать и тут рукасты как возьмет да как прыгнет прямо на всемогущего чтобы гремычного тупо не осталось выбора пришлось тоже скакать опять кости ног рук и всего тела ломать а то у наставника сил очевидно полный 0 разве что визуально видимость как-то поддерживает но что вы думали у злодеев то есть вот то пространственные искажения ломающие крошащие все к чему прикоснуться руки и ладно все ничего уже ни у кого нет потому что есть прямо здесь на месте прибыла команда лучших успешных учителей героев и просто положительных граждан случилось если не поняли внезапный сюжетный поворот а что до последствий злые дни все же успели сумели сбежать с начальством по части провала миссии все обговорить и в том числе важную полученную выведу информацию по части наследника донести в академии же будет проведено полное расследование всего случившегося для выявления и устранения подобных готовящихся угроз системе безопасности и все хорошо говорится знаете что хорошо кончается к несчастью тайтл вообще не кончается только начинается и продолжается а ребятки всего-то на первом году обучения но уже он какие успешные справишься с реальной боевой тренировкой продолжение как не сложно догадаться уже прямо там на рутубе по ссылке в описании закрепленном комментарии прочих почестях а насчет авторов тайтла не знаю они ну опоздали на пару десятков лет с подобного формата произведением где половина каждого нового эпизода это повторение предыдущего и кучи флэшбеков которые уже все и так 10 раз видели это если что точное количество показов одному и того же фрагмента из детства там типа друзья не друзья и вот это все точно точно я считал хотя конечно не знаю может во втором сезоне что-то изменится или уже изменилась но это я типа поняли сейчас не знаю а когда видео вышло уже знаю потому что продолжение на рутубе в описании вместе с кораблями ракетами торпедами и прочими положительными мореплавательными снастями пока